Друзья, еще один вопрос к нам поступил. Спрашивает мужчина. Как задумаешься за гробном, а жить неохота? Зачем человек человека сделал Бог, чтобы потом 80% уничтожить? Или дал нам жизнь, но делать надо так, как он хочет. Конечно, он творец, ему можно все. А если выразишь что-то против Бога, сразу хула на Бога. Я долго думал об этом, и сейчас уже нет такого покаяния. Вот скажем, пример. Человек любил прелюбодеяния, ему это нравится. Он попадает на суд, на страшный суд, и его сразу в ад. Но этому человеку так нравится, это же хорошо. Объясните, пожалуйста, мне, если не сложно. И еще, почему такой он милосердный, ну то есть Бог, но выгнал своих ангелов, когда они спускались на землю? Понял одно. Чем более изучаю все это, тем более страшно становится. Я сразу скажу, что сейчас я не смогу полно ответить на этот вопрос и прямо максимально все разобрать так, как надо. Прям такая долгая тема. Но, по крайней мере, хочу сказать, что она очень интересная и очень важная. И здорово, что у людей такие вопросы возникают, что люди искренне сами с собой, что они не отмахиваются от этих вопросов, а серьезно к ним относятся. Потому что в идеале, конечно, иметь настолько крепкую веру, что настолько чувствовать любовь Бога к себе и свою к Нему, что даже вопросов возникать не будет. Ты будешь точно знать, что Бог все делает правильно, и сильно не захочется, может быть, в это вникать. Но мы с вами любим анализировать, и мы с вами все в разных состояниях находимся. И, конечно, бывают такие периоды в жизни, когда эти вопросы встают перед нами со всей своей неумолимой ясностью. Я хочу сказать, что церковь никогда от таких вопросов не отмахивается. И не говорит, что ладно там это, ты давай в такие глубины не лезь и на Бога давай не это, ничего не говори плохого. Да молись, пастись, вот. А в эти дела не суйся. Ему виднее. Потому что, с одной стороны, конечно, Богу виднее, но, с другой стороны, Его всеблагость, Его мудрость, Его величие, оно может дать ответы на эти вопросы. И если сейчас нам не все понятно, то потом нам будет, я думаю, все гораздо яснее. Но даже сейчас церковь, повторюсь, от этого не отмахивается, все это разбирает аккуратно. Если это делать благоговейно, если это делать со страхом Божиим и стараться быть смиренным человеком, то, судя по всему, в этом можно разбираться. Даже нужно. И вот тут есть несколько вопросов. На первый вопрос. Я не буду отвечать, потому что... Потому что, если он действительно кого-то прямо интересует, то это достаточно интересный и непростой разговор. Вот тут написано, что зачем Бог создал человека, что потом какое-то число осталось в аду. Ну, вот тут написано уничтожить, но уничтожение не предполагается. Но мы отчитаем в Евангелии, что есть такое понятие гиена огненная, да, и те, кто не с Богом будут там. Что это такое? Что это значит? Отдельный вопрос. Если надо, можем попробовать разобрать. Но, повторюсь, он сложный. Номер два. Вот Бог дал нам жизнь, но делать надо так, как Он хочет. Ну, и вот дальше, да, расшифровка. Например, человек любит, там, изменять жене. Нему это нравится. Его любовница тоже нравится. Но как только он попадет на страшный суд, он попадает в ад. Но если мне нравится, спрашивает человек, да, то... То зачем я в ад пойду? Ну, то есть, либо нам дана свобода, либо нам не дана свобода. Если она дана, и ты можешь сделать все, что хочешь, то почему тогда меня за это будут судить? А если свободы нет, то почему тогда все говорят о свободе? Первое, что могу сказать, что свобода действительно дана. И что человек свободен в своем выборе, и сам может принимать решение, как ему вести себя в этой жизни. Но в то же время существуют некие божественные законы. Законы мироздания, которые говорят, что есть черное, а есть белое. И ты можешь выбирать, быть на стороне белого, или быть на стороне черного, или быть тепло-хладным, и быть сереньким всю свою жизнь. Но от этого зависит то, как ты живешь уже здесь, сейчас, и то, что с тобой будет дальше. В вечности. То есть, есть причина, и есть следствие. И если так обобщенно, упрощенно сказать, то есть Бог, который дал человеку свободу, но который одновременно объяснил порядок мира устройства, вложил в человека совесть, дал ему Библию, где написаны основные законы, создал церковь, в которой Духом Святым открывается людям, а как же правильно нужно жить. В Библии описаны заповеди, которые Бог дал лично Моисею на горе Синай, где написано, что, например, вот конкретный пример, если разбирать, где написано, что блуд – это страшная вещь. И в чем заключается тогда свободный выбор человека? А в том, что он может сам выбирать. Я хочу жить по божественным законам, или я хочу эти законы нарушать. И в этом его, его же не останавливает Бог. То есть ты можешь выбирать, как себя вести. Но если ты нарушаешь законы бытия, то, конечно, ты за это получишь воздаяние. То есть самое, наверное, что в голову приходит, пример упрощенный, который постоянно приводит профессор Алексей Ильич Осипов. Он говорит, что если ты наступишь на гвозди, то, конечно, тебе будет больно. И вот то же самое с грехом. Если ты будешь грешить, то, конечно, тебе будет от этого плохо. И дело не в том, что Бог такой злой. Вот ему захотелось, он блуд объявил злом, а не блуд объявил добром. И поэтому ты его номинальные как бы запреты нарушаешь и получаешь какое-то наказание от Бога. Это неправильная картина мира. Бог просто объяснил, что если ты будешь жить так, как я сказал, как я объяснил, как я научил, тогда тебе будет хорошо. А если ты будешь, ну, нарушать те законы, о которых я тебе рассказал, тогда тебе будет плохо. Тогда ты будешь ближе к смерти, чем к жизни. Ты будешь ближе к дьяволу, чем ко мне. Ты будешь ближе к черному, чем к белому. И это твой собственный выбор. Я просто тебе объясняю, где белое, а где черное. Это очень важно понять. Потому что, например, есть врач, который говорит, что у тебя диабет обнаружили. Или там инсулинорезистентность. Если ты будешь продолжать потреблять много простых углеводов, то у тебя разовьется прям настоящий диабет второго типа. Тебе будет очень тяжело, и ты будешь всю жизнь потом страдать. Возможно, тебе потом придется инсулин вкалывать. Тебе нельзя будет есть сахар вообще. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому ты, ну, я тебе предлагаю остановиться, вот, но это твой выбор. Или ты остановишься, и тебе будет хорошо. Или ты не остановишься. И ради этих сиюминуток удовольствия, там, да, или из-за сахарной зависимости, ты продолжишь употреблять сахар немеренно, там, да, и тогда у тебя разовьется настоящий диабет второго типа, и тогда тебе будет больно и плохо. Но разве врач виноват в этом? Таковы законы жизни. Он просто тебе объяснил их. И ты сам выбираешь, чему следовать. Вот то же самое с Богом. Если мы можем сказать, что, что Бог создал мир, то, конечно, любое творение, оно подчиняется каким-то правилам. Оно чем-то обусловлено. Бог создал совершенный мир, в котором не было зла. Но человечество, но Он создал человека свободным. Он не сделал биороботов, которые слушаются только Его, как ангелы, например, в исламе, которые не способны творить дела. Они делают только то, что от них хочет Аллах. Так считается в исламе. В христианстве такого нет. Тут дальше был вопрос про ангелов. И ангелы, и люди. Это свободные существа. И Бог не навязывает свою волю. И если мы отпадаем от Бога, который весь любовь, весь доброта, весь свет, тогда мы неизбежно попадаем в область, где Бога меньше, где больше страданий, где больше зла, где больше черного, где больше тьмы, где больше ужаса. и так далее. Поэтому мы просто сами выбираем, как нам правильно жить. И вот вы, еще раз повторю, спросили, что, вот допустим, человек любит блудить, ему хорошо, его любовница тоже хорошо, почему же за это его Бог будет осуждать? Дело в том, что, если опять же сказать обобщенно, то, если человек нарушает божественный закон, тем самым он, надеюсь, я логически все правильно говорю, и не замалчиваю спорных вопросов, там непонятных, там, да, то есть смотрите, Бог сказал, что если вы меня любите, то вы заповеди мои будете соблюдать. То есть для того, чтобы быть с Богом, для того, чтобы быть с жизнью, надо творить добро. Если ты творишь зло, нечто противоположное, то есть блуд, но сейчас мы тоже не будем углубляться, почему блуд это плохо. Об этом можно почитать, если вопрос этот остается, то можно спросить. Но блуд это плохо и для души, и для духа, и для тела. Так вот, если мы нарушаем божественные заповеди, то есть ведем себя не так, как он нам сказал, то после смерти, после страшного суда, мы как бы сами себя от Бога отдаляем. Уже здесь на земле блуднику плохо живется. И вот эта погоня за чувственными удовольствиями, она никогда не заканчивается. Это невозможно. Это как Сизифов труд. Ты сбираешься на горы, потом камень снова падает, ты снова его тяжело и трудно закатываешь наверх. Это не кончается. Чем больше удовольствия, тем больше желания получить удовольствие, тем больше пресыщения. И душа, которая в погоне за грешными удовольствиями теряет Бога, теряет общение с Ним, душа, она мучается. И поэтому блудник никогда не будет счастлив. Как бы он вам не говорил, что все прекрасно там, что ему нравится так жить. Нет. Без семьи, без одной жены, которая тебя любит, невозможно быть счастливым человеком, если ты там не монах или не аскет, который вообще с женщинами старается не общаться, а все свои внутренние душевные силы отправляет к Богу. И после смерти страшным судом в чем состоит? Что все маски будут сброшены. Что ты попадешь туда, где свет явен, где видно вот Бог, а вот порог. И ты вдруг понимаешь, что Бога-то ты оказывается на земле не успел полюбить. Ты его полюбить не успел. И поэтому ты сам к нему не идешь. Ты сам остаешься вот в зоне зла, в зоне черноты, в зоне вот этого ужаса, в которое ты погружался всю жизнь. И это называется, ну, то, что мы называем адом или гиенной огненной. То есть состоянием, когда ты далек от Бога, ты далек от жизни. И тебе тяжело. Потому что человек создан зависимым от Бога. Человек, вот это очень важно, я забыл сказать, но это очень важный нюанс. Человек создан зависимым от Бога. То есть мы имеем источник жизни в Боге. И если мы от Бога отдаляемся, начиная грешить, то мы теряем эту жизнь, теряем этот источник жизни. И нам волей-неволей, нам становится все тяжелее дышать, труднее жить. И после смерти, после всеобщего воскресения мы тоже окажемся в таком состоянии, что без Бога нету жизни. Без Бога сложно. Без Бога тяжело. Без Бога грустно. Без Бога тоскливо. Без Бога хочется волком выть и там когтями скрести стенки того помещения, где ты находишься. И это называется адом. Состояние без Бога. вот примерно так. Есть еще один вопрос скрытый здесь. Вот если мне нравится блудить, то почему тогда Бог это запрещает? Почему Он называет это грехом? Почему Он запрещает это на тех каменных скрижалях, которые были даны Моисею? если это так приятно, если это так радостно, если это такая невообразимая новизна и такой кайф? Здесь надо сказать, я коротко скажу, потому что мы уже очень сильно затянули с объяснениями, надо сказать, что человек после своего грехопадения подвержен страстям и его тело пытается диктовать падшее тело пытается диктовать ему законы, которые не соответствуют истинным потребностям человека, которые не соответствуют замыслу Творца о человеке. Вот смотрите, очень простой пример, блуд у нас в обществе порицается, но не сильно, и поэтому вам непонятно, а давайте мы возьмем например наркоманию, допустим, вы наркоман, не дай бог, вы пристрастились к этому, и вам нравится получать очередную дозу, да, пусть там удовольствие с каждым разом все слабее и слабее, но со временем это по крайней мере позволяет вам получение очередной дозы, позволяет вам прекратить ужасное состояние ломки, в котором находится наркоман, и вы ждете этой дозы, вы хотите ее, вам она нужна, для вас это действительно хорошо, вам это нравится, но давайте посмотрим на себя отличенным взглядом со стороны, вы деградируете, ваше здоровье стремительно ухудшается, жизнь сокращается примерно в 3, ну сколько там, среднее, можно загуглить, среднее продолжительность жизни наркомана, сколько там, 10 лет, 12, или 7, или 5, я не помню, но очень мало, то есть взгляде на себя со стороны, несмотря на то, что вам вроде бы нравится находясь в процессе, вы понимаете, что происходит деградация, и что вы не хотели бы этого всего делать, но вы делаете, и наркоману вроде бы нравится себя отравить всем этим, и в то же время ему не нравится, в то же время он не хочет, но он не может себя остановить, вот его тянет, то же самое можно сказать про падшую природу человека, очень часто из-за грехопадения, из того, что мы, отделившись от Бога, сломались, сломали сами себя, нам хочется того, что нас разрушает, и поэтому критерии, что мне нравится, мне хочется, я люблю, поэтому это хорошо ненормальный, есть садисты, которым хочется мучить, насиловать, резать людей, есть алкоголики, которым хочется пить, невзирая на все проблемы, которые возникают после этого, есть курильщики, которым хочется курить, есть толстяки, которым хочется пироженки по вечерам, есть диабетики, которым хочется сахара побольше и так далее, и так далее, и так далее. Есть блудники, которым хочется блудить. Это не значит, что все эти люди свободны по-настоящему. На самом деле, они наоборот рабы. И если они говорят, что да, мне это нравится, в моменте мне это нравится, когда пелена спадает в свои глаз, им это не нравится, им этого не хочется, но их тело, их поврежденный разум, воля, зовет их повторить снова и снова саморазрушающие действия. То же самое можно полностью отнести и к блуду тоже. Это тоже саморазрушающая вещь, которая разрушает полностью человека, который очень сильно отдаляет его от Бога и не дает ему возможности быть счастливым на этой земле, потому что по-настоящему подлинно счастливым может быть только тот человек, который в смирении приблизился к Богу, который рядом с ним, как говорят, у Христа за пазухой. Это то счастье, которое ни с чем нельзя сравнить. И вчерашние блудники, уверовавшие, говорят, что то, как они жили раньше, то, что им казалось верхом блаженства, на самом деле ни на секунду нельзя сравнить с тем блаженством, которое может дать Господь чистым душам, находящимся рядом с ним. Поэтому, стремясь за удовольствием века сего, мы теряем нечто гораздо более приятное, радостное, что есть у тех людей, которые рядом с Богом. И напоследок, то, что я сейчас косноязычно попытался изложить, более подробно и, наверное, более понятно, есть в замечательной беседе святителя Василия Великого, беседа, которая называется вот так, «О том, что Бог не виновник зла». Василий Великий, «О том, что Бог не виновник зла». Сейчас мы приостановились с работой, но в целом работаем над тем, чтобы перевести беседы святителя Василия Великого на такой удобоваримый современный язык, литературный, понятное дело, да? Мы уже перевели одну беседу, частично перевели и вот эту тоже, о которой я сейчас сказал, но пока она есть в доступе только в таком нехудожественном, подстрочном переводе, но все-таки есть, поэтому можно загуглить, и пусть ее будет сложно читать из-за несоответствия языка современному, все равно прочесть можно, и смысл уловить тоже можно. Поэтому, кто хочет посерьезнее разобраться, почитайте. Святой Василий вообще тоже не чурает с вопросов, которые были заданы здесь, и подробно их, и более-менее понятно разбирает. Пишите внизу, что вы думаете об этом вопросе, и до новых встреч, до свидания.